О том, что банки и бутылки – это не мусор, а ценное сырье, лучше всего знают подмосковные школьники. В 142 образовательных учреждениях региона уже установлены эко-пункты. Это такие устройства, которые принимают пустую тару, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. На сегодняшний день 142 эко-пункта установлено только в школах. Естественно, эта программа касается и общественных пространств, и мы будем ее расширять и продолжать. Первые эко-пункты появились в Подмосковье весной этого года. Сначала их установили в зданиях правительства, общественных местах, супермаркетах и торговых центрах, а потом в школах. Ведь здесь не только учат, но и воспитывают. В том числе прививают и бережные отношения к природе. Так что все логично. Очень важно прививать ребенку полезные привычки с самого детства. Школьники с интересом подходят к сдаче тары в эко-пункт. Радует, что ученики делятся впечатлениями друг с другом, совершенно по-взрослому подходят к вопросам экологии и вносят свой весомый вклад в чистое Подмосковье. Мы будем и дальше продолжать экологическое образование в регионе. В этот год в Подмосковье с использованием эко-пунктов собрали почти 110 тонн вторсырья. Каждый такой автомат способен принять по 200 банок и бутылок. Все 900 устройств, установленных сегодня в регионе, за год смогут собирать 56 миллионов единиц тары. Сразу с эко-пункта она отправляется на переработку. Соответственно, отпадает необходимость сортировки. Всего же до 2024 года в Подмосковье установят 5000 эко-пунктов. А все, кто примет участие в сборе вторсырья с их использованием, получат бонусные баллы. Их можно потратить, например, в магазинах или кафе.